Библейский портал экзегет.ру представляет Доброго времени суток, братья и сестры, все любящие чтения и исследования Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследовать книгу «Исход» Священного Писания Ветхого Завета на интернет-портале экзегет.ру. И с вами снова Сладков Андрей Иванович, преподаватель Российского православного университета Никола Пережинской, Срединской семинарии, специалист в области православного богословия. И седьмая глава начинается с того, что Господь сказал Моисею, смотри, я поставлю тебя опять же Богом-фараоном. Мы с вами об этом говорили. Бог по рождению, по природе Господь Иисус Христос, рожденно, несотворенно, им же вся быша. И, как сказано, вы будете сынами моими и черями моими. И Бог по благодати, то есть человек, который усыновлен. Так здесь и говорится. Аарон, брат твой, будет твоим пророком. Ты будешь говорить все, что я повелел тебе. Аарон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилев из земли своей. И снова повторяются эти слова, ожесточу сердце фараона. Фараон не послушает вас. То есть Господь здесь как бы показывает, насколько свиреп дьявол, насколько он может, опять же, обросточение сердца, ожесточить сердце человека, что человек становится неспособным к восприятию благодати Божией. О том, насколько свиреп дьявол и его слуги, бесы, об этом очень ярко говорится в Евангелии, в одном евангельском рассказе. Помните, по-моему, даже совсем недавно было прочтение. Там говорится о том, когда Господь изгнал бесов, и сказано, бесы просили, чтобы послать в свиней. И многие говорят, а почему Господь послал в свиней животные? Ну, во-первых, Господь показал, насколько нечисты эти бесы, а во-вторых, он показывает, насколько они свирепы. То есть, помним, они бросились с кручей. Если бы этот человек бесноватый, а у животного нет разума, вот в чем здесь главное замечание, что у животных нет разума, а у человека есть разум. Человек может контролировать действием своего разума, если, конечно, он просвещен светом божественной благодати, и воспрепятствовать своим чувствам и страстям. А животных нет. И поэтому здесь показывает Господь, насколько они свирепы. Если лишить разума человека, то вот что произойдет с ним. То есть, они человекоубийцы по своей натуре. Итак, здесь далее говорится, как мы с вами читаем, «Тогда узнают египтяне». Да, фараон, 4 стих. «Фараон не послушает вас, и я положу руку мою на Египет и выведу воинство мое, народ мой, сынов Израилев из земли египетской, судами великими. Тогда узнают египтяне, что я Господь, когда просту руку свою на Египет. И сделал Моисей Аарон, как повелел им Господь, так они и сделали. Моисей был в 80, а Аарон в 83 лет, когда стали говорить они к фараону. И сказал Господь Моисею и Аарону, «Если фараон скажет вам, сделайте чудо, то ты скажи Аарону, возьми жезл твой и брось перед фараоном, он сделается змеем». То есть, дальше в 7 главе так и говорится. Когда они приходят к фараону, то Аарон бросает жезл, жезл снова делается змеем. Но что интересно, что фараон призывает своих волхвов, то есть, колдунов, они, которые были на службе у фараона, делают точно такое же чудо. Они тоже бросают свои жезлы, как здесь дальше будет описано, можете прочитать сами. И что эти жезлы тоже сделали змеями. Но удивительно, что жезл, Аарона поглотил всех этих змеев. То есть, какие выводы можно сделать из этого? Что чудеса очень часто бывают и не от Бога. Это надо помнить. У нас есть такая тенденция у некоторых православных гоняться за чудесами. Там что-то замироточило, там что-то такое какое-то произошло, там какое-то что-то отпечаталось. Не стоит этого делать. Потому что придет скоро главный чудесник, который называется Антихрист, и будет привлекать людей очень многими чудесами. Сказано в Евангелии от Матфея 24 главы, что когда ученики спросили у Спасителя, какой признак кончины века, то Христос сказал, что придут лжехристы, лжепророки, дадут великие знамения, чудеса с неба, так, что прельстят даже избранных. А избранные – это которые уже в церкви, то есть людей церковных. Поэтому апостол Павел так и пишет, будьте внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. И так мы видим, что здесь эти колдуны тоже способны, чтобы творить какие-то чудеса. Будем об это помнить. Но видим, что жезл Аронов поглотил всех этих змеев, то есть змеев, которые превратились из жезла Аронова. Это говорит о том, что Богу дьявол подвластен, и все лже-чудеса, которые он бы не делал, все в мире контролируется Богом. Мы не можем сказать, что что-то делается без воли Бога. Хотя немой, конечно, не эта тема сейчас, но я еще и преподаватель истории религии. И я знаю, что, например, в исламе есть такое, что джинны, они имеют, обладают какой-то своей волей помимо Аллаха. Это удивительный дуализм, который есть в исламе. И мы когда общаемся, я всегда им об этом говорю. Но в православном понимании никогда нет такого понятия, что делается что-то без промысла и контроля Бога. Все им держится, все им контролируется. Поэтому Бог здесь показывает, что любое зло и любое чудо, какое бы ни происходило, Бог об этом знает, и все он держит в своей крепкой руке. Мы с вами неоднократно встречали такое выражение в Священном Писании, к которому мы будем возвращаться так или иначе, потому как будем рассматривать с вами 10 казней египетских, с 7 главы, середины 7 главы, и включительно до 10 главы. Поэтому здесь всегда будет встречаться тот словооборот, который мы с вами уже рассматривали, «И ожесточилось сердце фараона, или ожесточил Господь сердце фараона». Это очень важно сделать снова на этом такой акцент и уделить наше внимание, для того, чтобы нам было понятно, что Бог никого не предопределяет к какому-либо злонамерению или к какой-либо доброте. Бог каждому человеку дает свободу, воле, поэтому Бог не уничтожил первых людей, которых он сотворил, но дал им свободу выбора между добром и злом. Но люди выбрали, к сожалению, уход от Бога, что есть состояние зла как такового, потому что есть Бог абсолютное добро, абсолютная любовь, абсолютное милосердие. Некоторые критики Священного Писания, когда исследуют книгу «Исход», они как раз на это обращают внимание. Это люди, в общем-то, такие атеисты или с секулярным сознанием. Они говорят, вот несчастный бедный фараон, Бог его ожесточил, его сердце, он, в общем-то, ни в чем не виноват. Точно с таким же подходом к экзегезе Священного Писания подходит, когда говорят, что вот Иуда, но он тоже, причем он здесь, он же, в общем-то, не виноват, а Бог его так вот наказал, и что он потом пошел, в общем-то, и сам себя наказал, пошел и повесился. Есть такая спекуляция по поводу исследований Священного Писания, чтобы постараться ее развеять, мы снова обратимся к изначальной истории и посмотрим, кто такой был фараон. Был ли это просто человек атеист, был ли это человек такой сентиментальный, скажем, которому было все равно, как веровать, или был он совсем неверующим. Вот такое представление о фараоне, что это был просто человек, и был некой игрушкой в руках Бога, оно неверное. Потому как, давайте вспомним с самого начала, фараон был достаточно жестоким человеком, о нем еще не было сказано, что Бог ожесточил его сердце, но мы видим, что там уже он повелевает, видя, что народ израильский умножается, чтобы их убивали. Сначала, чтобы на них налагали непосильные работы непомерные, а потом, чтобы убивали их детей, прежде чем они родятся. Ну и третья его жестокость, сначала первая жестокость, то, что он накладывает непосильный труд, вторая жестокость, это то, что он повелевает, помните, побивальным бабкам, чтобы они убивали дитя, как только он рождается, и третья его жестокость, когда он повелел всех детей, евреевских, бросать в воды Нила. Это был такой своеобразный ритуал, Нил обожествлялся, и поэтому он всегда требовал крови, и часто он даже требовал крови людей, обычных египтян. Дело в том, что когда умирал фараон, это тоже надо помнить, то вместе с ним, чтобы люди служили ему там, в загробном мире, а в религии египетской было своеобразное такое понимание, прохождение некое, ну, можно сказать так, что ли, мытарств, то, что у нас есть в православии, но там было, все понималось совершенно по-язычески, потому как, если, сейчас я коснусь этого вопроса, просто хочу напомнить, как появились религии. Дело в том, что в книге «Бытия» 11 главы описывается о том, когда Господь смешал языки вавилонян, всего народа, когда они, был один язык, одно наречие, потом было смешение языков, вот люди, когда рассеялись, дали по всему лицу земли, они утащили осколки веры, осколки истины, я просто напоминаю, и у них было представление о потопе, о змее, о искушении, о рождении Бога человека, было это искаженное понятие, то, что звучит в книге «Бытия» и вражду положу между мной и тобой, меж семенем твоим, семенем ее, семенем жены, семенем. Твоим, звучит приговор дьявола, ты будешь поражать его в голову, оно будет жалить тебя в пяту. То есть все они это знали, о рождении, и это так или иначе, в искаженном уже языческом виде представления, так как люди уходили далеко от Бога, все это так или иначе, фрагменты такой религиозности, мы встречаем в книгах священного писания, в частности, в религии языческой фараона. Поэтому фараон, в общем-то, когда он даже умирал, то он должен был тоже пройти некие такие якобы мытарства, но у него была книга мертвых. Вот в отличие от нас, мы с вами изучаем книгу жизни, она называется священное писание. А в египетской религии была книга мертвых, она так и называлась. Что в ней говорилось? В ней фараон должен был обмануть всех, ну, по сути говоря, бесов, которые приводили его на суд, и как-то проскочить, скажем так, в царство блаженное, в царство тьмы, в общем-то, как он называется в книге мертвых, в представлении, вот в таком блаженстве фараона. Поэтому он должен был там проскочить и обмануть. И всю жизнь он занимался тем, как обмануть и обвести вот этих вот башков и богов, которые были, о которых мы сегодня еще в дальнейшем потом поговорим, в египетской языческой религии. Поэтому, когда мы рассматриваем фигуру фараона, то это был человек достаточно, ну, так сказать, экзальтированный. И он верил в... Религия Египта, это была религия оккультная, религия языческая, и фараон сам себя обожествлял. У него были, между прочим, четыре титула, и один из этих титулов звучал так, что «Я бог богов», то есть, поэтому мы видим в Священном Писании, когда к нему приходит Моисей и говорит, «Господь сказал, он говорит, кто такой бог?» То есть, он не терпел никакой конкуренции, потому что за бога, в общем-то, он почитал себя сам. И в этом смысле, если люди говорят о том, что действительно фараон был жесток, и Господь ожесточил его сердце, давайте посмотрим, что привело его к этой жестокости. Вот, например, святитель Фаофан Затворник пишет следующее по этому поводу, цитата, «Слово ожесточает, не так следует понимать, что бог силою своею производит ожесточение в сердце непокорных, подобно фараону, а так, что непокорные нравом под действием милости божьих сами по злонравию не смягчаются, а более и более ожесточаются в своем упорстве и непокорности». Конец цитаты. Или, например, блаженный феофилакт Болгарский пишет следующее, цитата, «Бог, кого хочет, милует, как поступил с израильтянами, слившими тельца, а кого хочет, ожесточает, как случилось с фараоном». Что же значит ожесточает? Казалось бы, это нелепо, но о боге говорится, что он сделал жестоким грязное сердце фараона, подобно тому, как солнце делает жесткой грязь. Каким же образом? И вот, как блаженный феофилакт заключает, долготерпением. Ибо он, Бог, делал его жестоким, являя к нему долготерпение. Здесь, продолжает святитель, продолжает блаженный феофилакт Болгарский, здесь случилось подобное тому, что бывает, когда кто, имея у себя порочного слугу или работника, обращается с ним человеколюбиво, чем человеколюбивее обращается с ним, тем худшим делает его. Не потому, будто сам научает его пороку, но потому, что слуга или работник пользуется долготерпением его к увеличению своей порочности, потому, что пренебрегает долготерпением Божьим или долготерпением хозяином. Итак, мы видим, что Бог долготерпит. Между прочим, апостолу Павлу в посланиях Коринфянам сказано, что любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не ищет своего, не радуется неправде, сорадуется истине, все покрывается, ему верит, на все надеется. У апостола Петра в послании, второе послание апостола Петра, 3 глава, 9 стих, есть такие слова. Бог не медлит в обетовании своем, то есть пришествии, но долго терпит, для того, чтобы привести как можно людей к покаянию и спасению. Бог долго терпел и долго терпел состояние сердца фараона, до тех пор, пока он уже сам себя не ожесточил, не ожесточил, и, как говорит об этом блаженный Филак, что иногда мы обращаемся с работниками по-доброму, но эти работники, как бы, ну так скажем, злоупотребляют нашей добротой, и действительно, слово, наверное, очень здесь правильно будет, злоупотребляют, то есть они, чем добрее мы относимся к ним, тем они хуже относятся к этой доброте и милостине. Итак, мы видим, что фараон не хочет отпустить, и Арон приходит к нему с Моисеем, с Аароном, и вот мы читаем с вами далее, 13-14 глава, как и здесь сказано, что сердце фараона ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. И 14 стих. «И сказал Господь Моисею, упорно сердце фараонова, он не хочет отпустить народ». Здесь вот четко говорится о том, что упорство его довело до такого жестокосердия. И далее мы читаем 15 стих, сказано, «Пойди к фараону завтра, вот он выйдет к воде, ты стань на пути его, на берегу реки, и жезл, который превращался в змея, возьми в руку твою и скажи ему, Господь Бог евреев послал меня сказать тебе, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне. Но вот ты доселе не послушался». Так говорит Господь, «И всего узнаешь, что я Господь, вот этим жезлом, которым в руке моей я ударяю по воде, которая в реке, и она превратится в кровь. И рыба в реке умрет, и река высмердит, и египтян омерзительно будет пить воду. И сказал Господь Моисею, «Скажи, Арон, возьми жезл твой, и простри руку твою». Так все и случилось». В 20 стихе уже дальше говорится, «И сделали Моисея и Арон, как повелел Господь. И поднял Арон жезл, ударил, и рыба в реке вымерла перед глазами фараона, вода превратилась в кровь». Но здесь вот интересно, что 22 стих тоже говорит о том, что волхвы египетские чарами своими сделали то же. И мы на это, когда будем рассматривать 10 казней египетских, обратим особое внимание, что иногда, как сказано, волхвы, они сделали то же, что сделал, в общем-то, Моисей и Арон. Почему Бог допускает этим людям, которые занимаются волшебством и оккультизмом, делать тоже какие-то чудеса? Итак, надо сказать, что в религии Египта был целый пантеон богов. Вот, например, бог Хаин был бог Нила, а бог Себек был бог озер и различных рек и водоемов. Поэтому, когда вода превращается в кровь, то здесь Моисей и Арон как бы свидетельствуют и показывают то, что бог, который хранит и на которого надеешься, что он сохраняет ваши источники водоема, которому вы поклоняетесь, приносите жертву, даже приносили жертву младенцев, он бессилен перед Ароном и перед Моисеем. Но, тем не менее, на то, что я уже обратил внимание и снова к этому вернусь, сказано, что и волхвы египетскими чарами своими сделали тоже, то есть чарами своими. Действительно, дьявол может иногда манипулировать и производить какие-то чудеса. Поэтому в Священном Писании в Евангелии от Матфея, например, 24 глава, сказано о том, что в последнее время явятся лжехристы, и лжепророки дадут великие знамени и чудеса, так, чтобы привестись, если возможно, даже избранных. То есть, будет дана эта возможность чудотворения. И в этом смысле, надо сказать, что здесь даже сказано о том, что сам антихрист придет в виде ангела света. Конечно, если он придет с рогами и копытами, от него будет неприятно пахнуть, ну, кто к нему пойдет? А так он будет действительно такой вот приятный, сказанным, во храме сядет и будет нагло учить народ. У Владимира Соловьева, славяно-фила, писателя, философа русского, есть такие, такое произведение, как «Три разговора». Да, этот философ, у него было много, конечно, таких сложностей в его личной жизни, но к концу жизни он раскаялся, и вот он написал такое произведение, где описывается сама картина, как приходит антихрист в виде такого светлого ангела, и ему ненавистно даже само слово «христиан». Поэтому он начинает именно с «христиан», садится в храме и начинает спрашивать, что для кого главное. Он начинает творить чудеса, очень многие люди к нему побежали и прелестились, и вот он спрашивает у католиков, что для вас самое главное. Католики, ну, можете не отвечать, говорят, я знаю примат Папы, ну, он у вас останется, но я, конечно, буду главнее, и все к нему, вот, пришел наш благодетель, а мы знаем, что антихрист придет перед Христом. Далее он к протестантам обращается, что для вас самое главное, ну, разбирать Библию, собирать, ну, вот, разбирать, там, рассматривать, я вам создам огромный институт перевода Библии, будете там сидеть, идем ночью, разбирать, собирать к нему тоже все. Ну, вот, благодетель явился. Что православное для вас самое главное? Я знаю, иконы, ваши реликвии, филианты, вы это все любите, ваши мощи, святыни, я все соберу в один огромный храм, там это все будет находиться, не надо будет ездить на Афон, в Иерусалим, сразу пришли, так сказать, скопом приложились и уехали, не тратить ни времени, ни деньги, вот вам все удобство. И тогда большинство, как сказано у него, Владимира Соловьева, русского философа, большинство кинулось и сказали, вот благодетель. Только старец Иоанн сидел и небольшая там группа епископов из миллионов-то верующих, называющих себя так, и всего там, может быть, несколько тысяч человек. И тогда он обратился к старцу Иоанну и к этим людям, которые его окружали, сказал, ну вот старец-то болит, ножки, наверное, у него болят, он болеет, наверное, поднимите, помогите, вот я уже пришел. Христос дал вам спасение, а я вам дам благополучие. Вот я уже здесь. И тогда старец встал и говорит, нет, у меня с ногами все в порядке, ну ты лжец. Главное для нас это Христос. Поэтому это очень важное такое замечание, что иногда дьявол, как сказано, берет повод от заповеди и извращает ее. Иногда он может манипулировать чудесами и какими-то знаменями, для того, чтобы, как сказано, прельстить, если возможно, даже избранных. Вот на это мы с вами сейчас обратили внимание и в дальнейшем, когда будем рассматривать десять казней, мы с вами рассмотрим, где и в каких случаях иногда волхвы могли тоже что-то делать, эти оккультисты, подражать каким-то чудесам, дабы сбить народ Божий с толку, либо где Господь им этого не позволял. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok